Радио 54 С одной стороны, такое обычное, с другой стороны, ну, в общем, сказала бы я, аутентичное место нашего города. Помимо своей уникальности, что касается названия, да, и исторической давности, так скажем, улица сохранила усадебное отделение. Что это значит? А усадебное отделение, она сохранила сетку усадебного отделения. То есть вот эта сетка, она была, ну, как бы, участки, они были разгорожены в 1894 году. То есть у них они все одинакового размера совершенно точно. И у них были разные хозяева у этих участков. Но, тем не менее, до сих пор, несмотря на то, что вот эта сетка усадебного отделения, она, у нас весь город состоял, вот, старый город состоял из таких усадеб, да, вот, то она была утрачена, тем не менее, она до сих пор существует на этой территории. Вот, то есть там существуют домики деревянные, у каждого из них есть свой участок. Потому что жители этой улицы и с момента основания этого поселения, и вплоть, как бы сказать, до наших дней занимались своими собственными участками. То есть у них есть там наделы, на которых они занимаются выращиванием, ну, огород, во всяком случае, у них существует. А также на этой усадьбе ставился дом. Дом, как правило, смотрел на улицу. Инскую имел выход. Значит, по этой улице между домами существовали заборы, а в глубине участка, вот, по, главным образом, по его периметру, строились теоретические усадебные постройки, хозяйственные. Это сараи, бани, значит, и другие сооружения. То есть все зависело от достатка проживающих на этой территории. И сейчас частично эти дома сохранились? Вы знаете, еще в 2015 году было, они, ну, в большом количестве сохранились. Вот. И когда мы начинали проектирование со студентами в 2015 году, мы выходили на эту территорию. И, конечно, вся вот эта улица, весь этот анклав, то есть он еще имел свой, как бы, ну, такой первозданный вид. Но сейчас там началось строительство, то есть, ну, очень активно рекламируется будущий застройка Инские холмы. Это в одном из кварталов. Значит, второй, третий, пятый. В пятом квартале, там четыре квартала сохранилось. То есть раньше вся территория Новосибирска делилась на кварталы. И, в частности, вся закаменская часть у каждого квартала был свой номер. Так вот, сегодня сохранилось для создания вот такого культурно-исторического комплекса приемлемым второй и третий квартал. А в пятом уже начато строительство. А шестой, ну, он уже там находится, такие капитальные сооружения, вот, только один памятник архитектуры, который уже не позволяет там что-то сильно проектировать. Поэтому для проектирования особенно приспособлены, скажем, да, это первый и второй квартал, где сохранились остатки усадебной застройки, вот, и где есть огороды. И поэтому есть очень много возможностей для того, чтобы все-таки создать этот культурно-исторический комплекс. Эти огороды по-прежнему частным лицам какими-то принадлежат, да? Да, то есть они принадлежат частным лицам, это, ну, вместе с домами, которые там сохранились. А какие-то еще достопримечательности там есть? Вообще там сегодня находятся четыре официально признанных памятника архитектуры. Вот, это дом Будагова на Большевистской 7, дом Самсонова на Большевистской 29, за Каменский райком партии на Инской 55, дом Терентьевых на Инской 65. В настоящее время там наблюдается, наверное, многие видели, проезжая по улице Большевистской, что там наблюдается восстановление дома Сурикова, который раньше находился на улице Урицкого. Вот, то есть это, ну, тоже это памятник архитектуры признанный. И, в общем, есть там такое интересное сооружение, которое называется тяговые подстанции, которое выполнено в таком конструктивистском стиле. Вот, также мы в работе со студентами нашли там несколько, значит, домов, которые подали заявку, выявили как памятники архитектуры. Это улица Инская 7, улица Инская 19 и по Большевистской дом Санкина. Вот, но судьба этих, если в доме Санкина отказали, то судьба, станут ли эти два дома Инская 7, 19 памятниками, это будет зависеть от судьбы улицы, потому что они находятся в очень деградированном состоянии, то есть их возьмут на охрану лишь в том случае, если, значит, будут на этой улице, все-таки будут продолжать, ну, все-таки будет принято решение делать этот культурно-исторический комплекс. Мне интересно, в тех самых владениях с огородами и с частными домами есть ли там предки тех самых первых поселенцев? Это неизвестно? Нет, совершенно точно есть. И есть вот эта информация, которая владеет, в общем-то, в полной мере Краеведческий музей, они восстановили именно имена первых поселенцев. Мы смотрели по архивам 11-го года. И вот те фамилии, которые, значит, изначально там проживали, это вот такие фамилии Санкина, Самсоновы. Вот они как раз с первого моста и остались там жить, потому что очень... И до сих пор их, эта фамилия как бы... Да вы знаете, и там есть такие фамилии, которые до сих пор, как бы сказать, нет, вот до сих пор они, вряд ли там кого-то можно найти, владельца, потому что очень многие уехали, вот до сих пор, если в этом контексте нет. Но среди фамилий нашего города есть очень много фамилий, которые, ну, каким-то образом перекликаются. Я думаю, что это кто-то из предков проживал на этой улице, да.